Показываю вам безрассадный сорт помидоров, называется Зинуля у нас на Украине. Он может называться по-разному, но безрассадный сорт это те помидоры, которые сеются напрямую в грунт, они уже цветут, они вот такие вот компактные и ничем не уступают рассаде, не надо с рассадой мучиться, высаживать, они ничем не болеют, практически они ничем не обрабатываются, никакими препаратами от болезней. На всякий случай я кидаю луковые стрелки для отпугивания насекомых, а так без особых заморочек только полив, вот и все, очень выгодный сорт. Это помидорки на 1 июля, вот так они выглядят. Есть помидорчик, ой, есть завязи маленькие. Некоторые могут сказать, вот я собираю уже готовые спелые помидоры, но есть же разные помидоры. Есть ранние сорта помидор, которые мы сеем рассадой, да, а это именно безрассадный сорт, который я посеяла в мае месяце, и то 20 числа мая, потому что погода у нас была очень-очень нестабильная, были холода, поэтому я посеяла так, чтобы себя перестраховать, что точно уже миновала угроза заморозков. Практически они ничем не обрабатываются никакими химикатами от болезней. Единственное, что я вот сейчас их пролила, а поверху полила еще раствором янтарной кислоты, пакетик янтарной кислоты на 20 литров канистры. Это будет вот такая вот им подкормочка и стимуляция. Янтарная кислота, она безвредная, она даже полезна для людей и животных, как мы знаем, поэтому помидорчики получат и рост, и это будет экологически чистое. И второй раз я уже посеяла редиску, и я уже вижу, что редисочка будет. Редисочка зреет 18 дней, очень быстро, очень скороспелый сорт, называется подснежник. Так что за лето можно получить, ну, по крайней мере, успеть два раза. Потом, наверное, я повторю посев где-то в августе. И вы меня спрашивали про арахис. Показываю вам арахис. Не удивляйтесь, что он такой маленький, он окученный два раза. Что это значит? Что остались одни верхушки, вот, а сам стебель, он уже окучен два раза. И такое складывается впечатление, что он не растет. Нет, он растет, это макушечка. Зачем нужно окучивание? Когда мы окучиваем, допустим, стебель, ну, вот возьмем стебель огурца, да, к примеру. Предположим, что это стебель арахиса. На нем образуются дополнительные корешки. И на этих корешках у нас будут плоды, земляные наши орехи. Чем больше мы сделаем окучек, тем урожайнее у нас будет наш арахис. Для арахиса три раза окучивание нужно. Вот я уже сделала два раза. Я подожду, пока он подрастет, и третье окучивание проведу немножко позже. Вот он цветет, я его окучиваю, он растет. Поэтому, я говорю, складывается впечатление, что он не растет. Нет, он растет. Просто я время от времени окучиваю. И он продолжает цветение. Вот такие дела с арахисом. Еще вам покажу свои баклажаны. Баклажаны растут не по дням, а по часам. Они очень огромные и неприхотливые. И где-то я уже видела, это цветы, это я видела уже и завязи. Я их посадила вот такие вот в лунки, в углубления. Видите, мы поливаем, и там дольше сохраняется влага. Точно так же мы можем поливать и в бутылку тоже. Вот, стоит водичка в бутылке. Растение напьется за ночь. И потом будет корнями брать то, что тут осталось. Очень удобный способ. И поэтому тут у меня пекло, жара. Какая была жара, и растения вот эти вот у меня не пострадали. Жара была аномальная, поверьте. Вот, перчики цветут. И клубника тоже хитрая. Куда она пускает свои усы? Видите? Там, где сохраняется больше влаги. В лунки. Вот они. Она даже там поприрастала. Она все свои усы тянет вот сюда вот. В эти лунки. Вот. Вот такая вот у нас история. Все, мы все полили. Неделю назад я подкармливала помидорчики янтарной кислотой. После этого появилось очень много завязей. Это не может не радовать. На этот раз я пролила их биогумусом, раствором. Вот у меня бутылка. Слегка коричневатой водой. Так что все натурально. Помидорчикам нравится. И виден результат. Конечно, очень много появилось завязей. Будем ждать, когда они дозреют. Дикие помидоры. Алина! Арахис тоже пошел немножко в рост. Ты видишь, он вытянулся. Угу. И разложился вот так вот по земле. Я думаю, что скоро можно его где-то в конце июля мы сделаем еще. Подожди. В каком месяце мы его садили? В июне мы его высаживали. Опыляй, опыляй. Будет нам урожай. Пчелка-труженица. 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 Пчелка-труженица.